Первые снежинки не стали неожиданностью для сотрудников комбината благоустройства. Как специалисты предприятия справились со снегопадом, узнавала моя коллега Инна Шенина. На часах нет еще семи утра, а сотрудники комбината благоустройства уже готовы вступить в бой с белыми мухами. Работы много, стараемся выполнять все. Ходим по маршрутам, которые нам даются с путевкой. Стараемся делать город чище и краше, чтобы люди ездили нормально. Перед выходом на смену обязательный медицинский осмотр, получение путевого листа. Процедуры проходят быстро. Контроль правильно оформленных документов у водителей и качество выполнения работ проводят и сотрудники Управления содержания территорий Московской области. Мы сейчас меньше привлекаем к административной ответственности в виде штрафов, предупреждений. Работаем в системе СКПДИ, то есть сотрудники Управления содержания территорий на планшеты фотографируют, выявляют какое-либо правонарушение, относящееся к благоустройству. Данное правонарушение попадает непосредственно исполнителю без штрафов. Видно, что и мы более эффективно начали работать и выявлять правонарушение, и также правонарушители более эффективно устраняют это нарушение. В этом году наводить порядок в округе зимой будут 56 единиц техники. Чистить снег, подметать и посыпать дороги от гололеда. Приобретено около 19 тысяч тонн песко-соляной смеси. Благодаря команде губернатора и главы городского округа Серпухов ведется постоянное обновление техники. В этом году для нас зима не наступила неожиданно. Мы были к ней готовы. Снег будет убираться оперативно. Безопасность граждан на пешеходных переходах обеспечена. Водители работают по оцифрованным маршрутным картам. Задание поступает в телефон. Выполнение работ отслеживает диспетчерская служба. Учитываются и заявки жителей, поступающие из добродела и по телефону. Система ГЛОНАСС у нас уже давно. Центр управления территорией был создан недавно, около года назад. Он создан для того, чтобы оперативно и быстро отрабатывать все заявки и корректировать работу исполнителей. В этом году в комбинате благоустройства появился и цех токарно-слесарных работ, который помогает оперативно на месте проводить ремонт техники. Все проводимые работы здесь производятся для транспорта. Точение пальцев, фрезеровка и так далее, и тому подобное. Крепление навесных оборудований, силовых устройств. Благодаря этому цеху мы сильные. На предприятии трудится более 500 сотрудников. Возложенную на них работу стараются выполнить максимально хорошо. Работаю уже больше 15 лет. Мотор – это сердце машины. За ним надо ухаживать обязательно. Если он не будет чинить хорошо, восстанавливать все, он работать не будет. Не будет работать вся машина. В зимний период комбинат благоустройства работает в круглосуточном режиме. С последствиями первого зимнего снегопада и люди, и техника справились оперативно. Продолжение следует...